Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 27 февраля, страсти накаляются, и отставь сегодня утром. Я никак не могла остаться равнодушным к таким бурным нашим обсуждениям про теплицу, про стеллаж. Сейчас я, как всегда уже, можно сказать, традиционно, отвечу на самые такие злободневные вопросы и начну свой очередной трудовой день. Так, вот пишет Галина Мешкова, спасибо, никто так подробно не объясняет, не рассказывает. Людмила Анохова пишет, главное, чтобы земля была подходящая, будет хороший результат. На 100% согласна. И вот в основном все комментарии вчера, очень много людей откликнулись на видео о теплицах, что это все-таки наша помощница или лишние проблемы, и о стеллажах. Вот именно на эти видео, на ответы на эти сообщения я буду делать упор, потому что это сейчас самая злободневная тема. Кто-то только планирует поставить теплицу и в раздумьях. Кто-то стеллаж хочет приобрести, не знает, где его. Вот пишет Лариса Сорокина. Ольга, ваша придомовая теплица просто чудо, хочу только такую. Спасибо вам за идею, хотя она давно уже, людей не так грамотно, позитивно про нее рассказали, что все, как снег сойдет, пойду мерить. Я потом внутри подробно расскажу устройство этой теплицы. Сейчас пока будем общие такие сведения. Ну и вот Любовь Мохотина делится с нами. Я же тоже в теплице в апреле в прошлом году высадила. Делится с нами своим опытом и говорит, что в 2018 году высадила томаты в теплицу с 17 апреля. Это Ленобласть. Это очень рано. Рассада была большая, январская и февральская. Она выкопала лунки, пролила кипятком, на дно положила там сено, картонки, перегноя, залысок, перфосфата и посадила теплицу. И вот опять же мы возвращаемся к тому вопросу, что у кого есть желание и у кого есть вот такая любовь к растениям, у кого есть время, тому, конечно, теплица помощница. Вы видите, сколько дополнительных процедур она сделала, которые обычно огородники не делают, когда в традиционные сроки. Но в награду за это, за наши все эти лишние хлопоты, конечно, мы получаем очень ранний урожай, на зависть всем соседям. Елена Верткова пишет, мы тут у вас на канале обсуждение теплиц ведем, подняли тему. Спасибо вам. Вот пишет Юля Сазонова, какой у вас порядок, все записано. Не пробовали собирать и сеять семена сорта F1 Мазарини? Я гибрида никогда не сею, потому что с них семена собирать, ну, неблагодарное дело, не всегда повторяются характеристики материнских этих растений. И я даже этим не занимаюсь, просто не трачу зря время, потому что я уже заранее знаю, что гибрид, это гибрид, высаживают только вот эти линейные сорта томатов, которые на протяжении многих-многих лет сохраняют все свои сортовые характеристики. И кто сразу отвечает, кто пишет, как у вас много томатов на одном участке, нет ли переопыления, ну, томаты не переопыляются. Их можно, конечно, переопылить между собой, но для этого нужно приложить усилия. То есть нужно вручную, с одного сорта на другой. А когда они растут рядом, но вы их не трогаете, и вот эту работу селекционную не собираетесь проводить, вывести новый сорт или гибрид, они не переопыляются. Они вот, если бычье сердце люди высаживают по 40, по 50 лет в своем огороде, и одни и те же семена ведут и ведут, он, бычье сердце, оно и получается каждый год. Вот пишет Наталья, а мы купили такой в Леруа Мерлен за 1580, это про стеллаж. Но я, к сожалению, мне кажется, у нас в городе даже нету никакого этого Мурлена, я даже ни разу не слышала. Может быть, где-то есть, но у нас, я говорю, у нас такой город, очень отдаленный от центра, что до нас торговые сети не докатываются очень поздно, и они не заинтересованы в наших покупателях, потому что у нас регион с невысокими пенсиями, невысокими зарплатами. До нас магнит вот только-только докатился, по-моему, в прошлом году, хотя уже празднует он там десятилетие или двадцатилетие своего существования, не знаю. А Леруа Мерлен я даже не слышала ни разу такого. Вот пишет Елена Верткова, а перчик колокольчик перезимовал, это про второгодников перцев. Колокольчик у меня стоит в подвале, я еще не проверяла, но дело в том, что дома на подоконниках мест нет оставлять, у меня там другие, лук зеленый я выращивала, стоял перец там, который... А колокольчика я обстригла, сделала обрезку, спустила в подвал, вот сегодня, завтра подниму, посмотрим. Не знаю, я его там не поливала, может, и не перезимовал. Так, вот пишет Балбу Шедакова, что у меня парник 25 метров, круглый год зелень, но это, наверное, не наш регион, раз вы круглый год там выращиваете. Хочу посеять теперь огурцы и томаты, можно ли совместить? Я не поняла, вы хотите посеять, чтобы вырастить рассаду огурцов и томатов там, или не посеять, а именно посадить и вырастить? Рассаду можно любую, и огурцы, и томаты все вместе, но если выращивать взрослые растения, то тут немножко нужно их или разделять, но все равно выращивают, но везде пишется, что им нужны разные условия выращивания. Огурцам более высокая влажность, а томатам, наоборот, чтобы было сухо и проветриваемо. Вот опять про сорт жаростойкий и болезнеустойчивый. Пишут опять, что кто-то имя сорта сказал, он так и называется, пишу, жаростойкий и болезнеустойчивый. Хоть отдельное видео снимай про него. Все думают, что это качество, характеристика, это название сорта. Злата Алексеева пишет, смотрю, как про себя один в один теплица спасает в нашем климате, иначе урожая не дождаться, но и боготни с ним много. У кого умеренный климат, без перепадов? Ну, короче, все люди понимающие, понимают, что и преимущество есть, но и похлопотать придется. Так, ну, вот пишет Елена Дегтярева. Теперь с внучком появился шанс найти помощника. Я с бабушкой с 4 лет на даче в огороде была, сначала полола, мне даже перчаточки махонькие сшила, потом, ну, короче, собирала клубничку, под кормки доверили, постепенно, короче, научила. Как мне нравилось с землей возиться, какое же удовольствие. Так что теперь я смеюсь, что стаж огородный 30 лет, а 14 самостоятельный. Бабушка старенькая стала, здоровье не позволяет, а родители ни в какую не нравятся им огородничать. Лен, ну, вот я про себя вспоминаю. Нас ведь тоже приучали с детства к земле. Ну, как я, наверное, какой-то вредненький был ребенок. Я любила с землей возиться, да, но только со своими цветами. Я их сама и сеяла, и сама за ними ухаживала, все. Ни в какую не хотела, вот как принудительно меня заставляли выпалывать лук, там, полоть лук. Были луковые грядки огромные, в деревне жили поливать. А все почему? Потому что была пионеркой, а лук этот отец возил на рынок продавать. И это считалась спекуляцией позор. Я была такая вот, как, ну, на 100% такая юный строитель коммунизма. Мне было стыдно, что отец торгует на базаре, хотя с этих денег у нас у первых и телевизор появился, вещи он нам покупал, мотоцикл потом себе купил. Но раньше же осуждалось, что вот этот дополнительный заработок, какой-то люди в свободное от работы время получают, все. Так вот, в огороде, вот что на продажу, я не хотела обрабатывать. Мне было, как считалось, это ниже достоинства вот этого пионера, комсомольца. Как это, спекулянтам помогать? Вообще это сейчас я вот вспоминаю вообще. Я за своими цветами, конечно, я ухаживала, мне нравилась земля, все. Но вот на продажу я не хотела. Маленькое такое сердце пионерское противилось. Вот пишет Валентина, я хочу тоже сделать такое небольшое замечание. Вот про золотое сердце она пишет. Золотое сердце невкусный и взасол никакой. А Лара тут же пишет. А у меня в прошлом году золотое сердце было вкусным и сладким. Взяла семена, посажу в этом году. Да, девочки, я вот хочу сделать людям замечание, которые пишут. Золотое сердце невкусный, взасол никакой. Валь, вы, ну пишите как, золотое сердце у меня получился невкусный. И взасоли мне не понравилось. Вот прям так категорично писать, что это сорт никакой. Ну нельзя же, потому что вот у некоторых, у следующего человека он получился. Ведь это зависит и от состава земли, и от года. Дождливое оно или удачное, солнечное. Ну что так сразу клеймить какой-то сорт, который некоторым людям нравится, у некоторых он вкусный получается. Пишите уж, пожалуйста, а вот у меня, например, в прошлом году золотое сердце получилось невкусное. Я думаю, так будет корректно. Мне вообще не нравится, когда про какие-то томаты или про какие-то сорта вообще говорят. Ой, он никакой, ой, кислятина, ой, не высаживайте. Да ведь у другого человека может получиться совсем другой результат. Давайте не будем развешивать ярлыки такие нехорошие на какие-то сорта. Вы некоторых людей отпугиваете от этого сорта. А может быть он потом будет у него любимый сорт. Хочу заступиться вот за помидор, не надо их так обзывать. Светлана Ди пишет. О, как мне всё знакомо. Это про теплицу. И бессонные ночи, и бега от одной теплицы к другой. То открыть, то закрыть. Но отказываться пока не собираюсь. Для меня она всё же большая помощница. Больше помощница. Ну так же, как для меня. Я же тоже бегаю. И ещё, если вот мне нынче скажи, что не будет теплицы, не будешь бегать, и я, наверное, сразу сникну. Ну, а чем заниматься весной? Это такой экстрим по ночам. Шариться по теплицам, проверять всё. Вот пишет она. Нынче собираюсь поставить 10-метровый. Вопрос, у кого теплица такой же площади. Длины нужны ли дополнительные форточки. А то продавец отговаривает. Про это я сразу скажу, Свет. Вот везде пишется, и везде вот эти производители говорят, почему больше 8 метров никогда нет фабричных теплиц. Вот таких готовых не продаётся. Потому что это вот тот лимит, длиннее которых уже делать не рекомендуется из-за плохого проветривания. Ну, мы, конечно, делаем. Мы делаем и 10, и 12. Вот видите, тут дальше пишут. Моя знакомая ругалась на зяте, что он ей 12-метровую теплицу поставил. Говорит, даже вентилятор в проходе совсем не гоняет воздух, что надо бы две сделать. И вот поэтому и длинные теплицы не делают. Идеально считается 6-метровая теплица. Вот у меня стоят 8-метровые. Ничего, нормально. Но, конечно, двери открыты, и в этих теплицах уже изначально есть форточка одна в этих... Одна в дверях, а вот последнюю брали. Одна в дверях форточка, одна над дверями, что можно сделать немножко проветривание, можно сделать сильно проветривание, потом можно открыть дверь. Конечно, боковых у нас никаких форточек нет, но всё-таки, если 10-метровая или 12-метровая, я считаю, но это моё личное мнение, у меня таких нет, что нужно дополнительное проветривание, какие-то, да, где-то ещё форточки нужны. Ну вот пишет Елена Верткова, что моё мнение, на 10 метров форточки обязательно нужны. Когда растения заполнят пространство в теплице, потоку воздуха будет сложно пробраться. Скорее всего, это так, потому что многие говорят, что больше 8 метров, там уже проблема с проветриванием. Вот Светлана пишет, перец зашёл хорошо, пожелтели краешки семидольных листочков, может им холодно. Да причин может быть много, может быть холодно, может быть просто что-то, грунт какой-то, кислотность ему не подходит, не совпадает. Если честно, я вот скажу вам честно, что я на состояние семидольных листочков сильно не смотрю. Я главное смотрю, что как будет дальше вот этот настоящий листок, качественный ли он, хороший ли цвет у него, потому что семидольные листья, они сейчас в процессе всё равно у вас засохнут и отвалятся. Конечно, это какой-то сигнал, но если даже чуть-чуть краешек, может быть он потом выправится, бывает так, маленькие вот эти растения, они ведь очень капризные, не понравилось чуть холодно, не понравилось чуть больше сырости или что-то, они реагируют на всё, у них ведь этот листик, этот индикатор, значит что-то не то, но возможно, что это такая мелочь, которая исчезнет в процессе. Вот сейчас он окрепнет, корневая система будет, побольше, но вообще причину вам, конечно, никто точно не назовёт заочно, люди могут сказать, что может быть там у вас азота не хватает, может быть холодно, может быть сыро, причин очень много. Вот про этого, про гномика оранжевого, который расцвел, все пишут, что настроение сразу весеннее стало, да, особенно когда я вот эти свои, треплю лотки с томатом, вот этот, знаете же, вот этот помидорный запах, ну это вообще, такая ностальгия по лету сразу начинается. Так, вот Татьяна Иванова говорит, что у такой хозяйки пензи цветёт, то ли у вас лёгкая рука, ну я, я думаю, да. Так, начало положено, продолжение следует. Расскажите, как чувствует себя перед колокольчиком, это очередная девушка Морозова спрашивает, пока стоит в подвале, ещё не вытаскивала. Пётр Войцешко пишет, ну и шишек вы набили, пока научились. Это да. Я прошла, вот как говорят, и Крым, и Рым, всё было, и замерзало, и засыхало, и теплица ломалась, и потом она улетела, в конце концов, вообще через три улицы. Так, вот пишут опять про гномика, спасибо за радость. Потом пишет, или на Пучкова, как я вас понимаю, это действительно увлечение, что-то вроде рыбалки, кому что. Тамара Волошина пишет, также про теплицы, согласна с вами на 100%. Короче, все, у кого есть теплица, все согласны, что это не только преимущество, и не только какие-то блага. И некоторые, собираясь ставить теплицу, они надеются, что не облегчат свой труд, и уменьшат количество времени потраченное. Но это не так. Да, мы получим ранний урожай, мы получим больше, мы получим лучше, но времени мы затратим, еще больше, чем без теплицы, потому что там действительно, там и болезни чаще возникают, потому что замкнутое пространство. И как только появилась теплица, мы стараемся и высадить все пораньше, а это еще дополнительные доходы. И стараемся впихнуть 2-3 урожая, это тоже дополнительные трудозатраты, и все. И я по себе знаю, ну как обычно после появления одной теплицы, людям все равно хочется еще вторую теплицу, и он погружается настолько, что все свободное время будете вы проводить на огороде. Но с одной стороны это хорошо, особенно пенсионерам, я уже про это говорила, что когда человек уходит на пенсию, он вроде чувствует себя каким-то ненужным, после такого интенсивного многолетнего труда, чувствует, что некуда себя девать. И если вы увлечетесь огородом, это будет хобби, которое человека и увлекает, и помогает ему, и про болезни про свои забываешь. Огород это, конечно, и тяжелый труд, но и много-много плюсов. Вот пишет Надежда Семенкова, у меня на даче теплица с автоматическими форточками, дача рядом с Питером, ухожу в отпуск на два месяца, поэтому форточки меня выручают. Все лето едим свои помидоры и огурчики, а потом до середины ноября едим то, что дозревает. Овощи из магазина есть не хотят. Вы знаете, если честно, я овощи из магазина, особенно магазинную помидорку, по-моему, и не ела ни разу в жизни, у меня даже нет желания пойти скушать помидорку, вот эту пластмассовую, я жду свои. Так вот пишут 80 тысяч, поздравляю. Это, наверное, про подписчиков, я даже и не всегда успеваю посмотреть, сколько подписчиков, но мне, конечно, приятно, что люди находят в моих видеороликах что-то как отражение своей жизни, какие-то, может быть, полезные советы. Большое спасибо за информацию о стеллаже Анохина Татьяна. Я вот хочу про стеллаж сейчас подробнее сказать, там кто-то хочет узнать. Людмила Фомичева, да, Оля, классный стеллаж, за вами не угнаться, глядя на ваши деревянные разобранные стеллажи, разборные с прошлого года, я решила их сделать, пользуюсь, но в процессе эксплуатации будем устранять. Вот, наверное, тоже хотят новый поставить. Потом пишет Анохина Татьяна тоже, Ольга, как мы с вами похожи, все проблемы с теплицей пережила, и я также безумно люблю свою дачу, меня никто не понимает из моей семьи, но все равно мы очень счастливые, и нам земля дает силы. Елена Верткова пишет, и мне, и мне силы дает, уже жду порыхлить, посадить что-нибудь, и ждать малюсенькие расточки жизни. Вы знаете, я вам признаюсь, никто, конечно, этого не видит, сейчас скажу впервые, я когда выхожу рано-рано в теплицу, вот один год я сеяла прям рассаду сразу туда, есть же сорта, которые можно посадить сразу в землю, и минуя там эти лоточки всякие, окна, и потому что у меня еще не было столько стеллажей, я выходила рано, прям вот в начале апреля, там уже тепло все, и сеяла. Но сеять в землю, это не сеять в лоток, это очень тяжело, в лотке мы сидим же на стульчике, на столе у нас вот этот лоток на уровне груди, а там-то нужно в землю, чтобы посеять, нужно согнуться в три погибели, как-то вот, или на корточках, я делала всякое, то на корточках, то просто согнешься, меняю позы, тяжело, это если несколько тысяч, ну даже если несколько сотен семян посеять, тем более в моем возрасте, в очках, все, очень устаешь, и я вот так, ну как, иногда устану, несколько часов поработаю, надо же идти домой, это надо все открывать, опять теплица, я там закрываю, прям на веревке затягиваю, чтобы тепло не выпускать, это надо через весь огород ползти, там еще сугробы иногда у нас в это время, я сделала себе подстилочку там, и вот на перекур я домой не лазила, не ползала по сугробам, я лежала там, устану, вот согнувшись в три погибели, прям лягу вот так на землю, распластаюсь звездой, или на спину, или на живот, и лежу, или в небо смотрю, или землю лежу, нюхаю, как лицом когда вниз, и вы знаете, это как такая батарейка наша, которая подзаряжает, или что, вот полежав так минут 10-20, я встаю, и как будто не было за плечами вот этих нескольких часов, согнувшись, скорпотливые работы, вот это действительно земля дает силы, конечно, там сильно на голой земле не полежишь весной, она еще прохладная, я все-таки боюсь, все-таки организм уже пожилой такой, старенький, изношенный, но я туда настелила этих поролонок, и вот, ну, конечно, это никто не видит, это я вот наедине с собой, вот так вот лягушкой распластаюсь, и лежу руками, прям на голую землю ладошками, и заряжаюсь, это так классно, нюхаешь землю, но это, конечно, не всякий поймет, некоторые послушат, скажут, ну, бред сумасшедшего, старческий маразм, но ведь люди всегда прижимались к деревьям, прижимались к земле, и вот черпали именно эту силу, вот такую, действительно, не ту, которую вот в тренажерах мы получаем, когда крутим этот велотренажер, там напитываемся какой-то силой, а именно силой земли, это очень классно, и многим она дает эту силу, ну, конечно, тем, кто действительно хочет этого, и может это воспринять нормально, а не как бред сумасшедшего. Лариса Чернова пишет, муж попросил стеллаж на работе, теперь убирается новогодняя елка, и собирается стеллаж, у нас тоже мы только елку убираем, начинаем собирать. Так, вот это про всходы опять, про шапочки, увлажнить грунт, накройте стаканом, это, кстати, Владислав Геннадьевич пишет, но это уже не первый совет, говорили стопочкой хрустальной накрывать, некоторые люди пользуются этим советом. Пишет Елена, как вы правы, Оля, если приобретаешь теплицу, то надо жить на участке весь сезон, сама тоже не знала все минусы, радовалась теплице, пока не испытала на своем опыте. Вот я и говорю, что человек должен заранее знать, что его будут, как, ожидать еще и трудности, а не только вот ля-ля-ля, хи-хи-хи, что теплицу заимел, и все будет прекрасно. Вот пишет Валентина Кузьмина, Оля, на каком сайте заказывали стеллаж? Я сейчас подробнее расскажу об этом, потому что это одна из основных, вот часто повторяющихся вот этот вопрос. Смотрите, нам самое главное, мне вот стеллаж пришел без дополнительной оплаты каких-то по доставке, я сейчас расскажу, вам главное найти, если вы в каком-то городе живете, через какой-то, конечно, магазин, чтобы вам привезли в этот магазин, а вы там его получили. Ясно, что это не на почте, мы не через почту, не через какие-то. Я просто набрала в поисковике в Яндексе купить стеллаж архивный в городе Бийске. Мне вышло несколько вариантов. Вот сейчас я вам покажу, так как я все записываю уже, вот у меня осталась старая запись. У нас есть этот магазин Все инструменты.ру. Вот у меня вышла запись, что купить вот эти архивные, например, стеллажи можно с доставкой в магазин вот эти все инструменты.ру. Я выбрала, вот сейчас я выбрала, видите, написано стеллаж практик МС-185 на 100 и еще что-то 40 дробь 4, но это не важно, вы выберите там свой по своему вкусу. И мне вот обошлось, где стоимость-то? А, два стеллажа на сумму 5586. Это значит, один стеллаж был 2700. Больше никакой платы с меня не взяли. Они когда привезли сюда, они мне позвонили, пришла СМС, заберите свой заказ. До этого, еще в прошлом году, я заказывала стеллаж верстаков архив, назывался, а вот этот был стеллаж практик. Они примерно одинаковые, только в архиве было больше полок 5, но цена тоже около 3000, а вот в практике было меньше полок. Мне бы нужно было больше полок взять, но у нас, я спросила, можно дополнительные, нет, нельзя. Но вот люди говорят, что в крупных городах можно просто прийти в какой-то магазин, Леруа, Мерлен, что они там все продаются, ну, все равно, все это нужно узнавать, конечно, через сеть интернет, набрать в поисковике, если в вашем городе готовы на складах эти стеллажи, если готовых нет, то обычно вот эти вот магазины, вот у нас все инструменты РУ, они разбросаны по всему городу. Возможно, и у вас есть этот магазин, все инструменты РУ, это интернет-магазин, вот эти вот всякой техники, строительные, вот эти стеллажи, и там все-все-все-все-все есть. И недорого, 2700 для стеллаж, который, ну, которого вам хватит на всю жизнь, я думаю, это недорого. Я вот про москвичей сказала, мне уже написали, что в Москве пенсионеры так же мало зарабатывают, но я-то имела в виду, конечно, работающих людей, потому что очень много сейчас тех, кто совмещает и работу, и работу в огороде, им тоже пригодится этот стеллаж, так что вот ищите через интернет. Вот тут мне подсказали, что такие стеллажи можно приобрести и у нас в городе, какой-то торгово-монтажная компания, вот даже ссылка, доставка в БИСК бесплатна, вот я и говорю, что везут в город, они обычно не добавляют стоимости, но это надо искать, кто-то добавляет, кто-то нет, ищите именно для своего конкретного города. Вот пишет Людмила Шипилева, у меня не замерзли в теплице рассада помидор, у соседки через сад замерзла. Вот я на этом закончу, что я хотела сказать про стеллаж, сказала, про теплицу вы тоже поняли, кого интересует, почитайте комментарии людей, там бесценный опыт, собранный с разных регионов. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Субтитры сделал DimaTorzok